Переносчиками чаще всего являются грызуны и кровососущие. Однако микробы могут быть в воде и на немытых овощах и фруктах. Также инфекция может передаться человеку от сельскохозяйственных и домашних животных. В Анапе пока не зарегистрировано ни одного случая толеремии. Но медики отмечают, заболевание хоть и редкое, но вполне возможное и к тому же протекает достаточно тяжело. Заболевание может наступить при премникновении даже одной единственной микробной клетки. И заболеваемость стопроцентная. Если попал к человеку, то обязательно будет. Существует несколько форм. Вот кожного бонная, когда там, где вскапливается их больше всего, в лимфатических узлах, образуются бубоны, которых видно невооруженным глазом. Очень большие. Потом они прорываются, образуются язвы и длительное лечение. Высокая температура до 40 градусов, сухой кашель. Боли в животе, может быть рвота, жидкий стул, головокружение, покраснение, отечность лица, озноб. Болезнь может поражать и внутренние органы, поэтому при первых симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу. Но еще лучше принимать меры профилактики. Самый действенный заслон от инфекции – вакцинация. Прививку можно получить в городской поликлинике, обратившись к своему участковому врачу.